Всем здравствуйте! Сегодня у нас краткий тест ТДС-метра Xiaomi и его сравнение с дешевым китайским ТДС-метром ТДС-3. А теперь немного теории. Все приборы и кондуктометры и ТДС-метры на заводе калибруются с помощью специальных калибровочных растворов, которыми являются для кондуктометров обычно растворы калий-хлора, а для ТДС-метров, особенно для бытовых ТДС-метров, это растворы обычной соли натрий-хлор, естественно очищенной. У нас сегодня в тесте есть раствор натрий-хлора, который пришел с одним из ТДС-метров из Китая, не с этим, с другим, это самое дешевое, с ним ничего в комплекте не было. С концентрацией 1382 ppm или миллиграмма на литр. Есть у нас раствор от немецкого прибора ВТВ, который вы видели в предыдущих видео, с известной концентрацией и с указанной проводимостью в микросименцах при 20-25 градусах Цельсия. И просто дистиллированная вода в стакан налитая. Некоторые люди проводят калибровку приборов по дистиллированной воде, такие видео в ютубе существуют. Однако это не совсем верно, сегодня в видео я постараюсь это показать. И мы увидим с вами в процентном отношении, насколько будет грубая калибровка по дистиллированной воде, в отличии от тестового раствора калибровочного. Давайте приступим к сравнению наших приборов. Начнем с дистиллированной воды, так как в ютубе максимальное количество видео проводится с применением дистиллированной воды в качестве образца для сравнения приборов, либо некоторые даже пытаются калибровать по дистиллированной воде. Поэтому давайте посмотрим на ней. Возьмем наш прибор Xiaomi, включим его, показание 0, и давайте опустим его в нашу дистиллированную воду. Немного подождем для того, чтобы у нас прибор измерил температуру и скорректировал с помощью температурной компенсации, встроенной, показания. В общем-то, данному прибору достаточно короткого времени для того, чтобы измерить температуру. Сейчас мы видим на экране 6 ppm, то есть 6 мг на литр. Давайте то же самое проделаем с помощью прибора TDS-3, заказанного с Алиэкспресс. Здесь немножечко нужно подождать, ввиду того, что здесь термометр не очень быстро набирает, скажем так, температуру и корректирует показания. Подождем хотя бы секунд 10-15. В общем-то прошли наши примерно 15 секунд. У нас прибор показал 5 ppm. Предыдущий показал 6 ppm. Вы можете легко рассчитать по данным показаниям отклонения в концентрациях, измеренных обоими приборами. А теперь давайте проведем такое же сравнение наших приборов и их тест по калибровочному раствору, который поставляется с китайскими TDS-метрами. Его же можно купить, в принципе, в некоторых интернет-магазинах. В общем-то, раствор на основе натрий-хлора. И это, в принципе, является допустимым для бытовых TDS-метров. В общем-то, почему? Потому как пересчетный коэффициент, например, если бы мы применяли кондуктометр, мы бы получали данные в микросименсах, и эти данные мы бы пересчитывали в ppm. И нам понадобился бы пересчетный коэффициент. В данном случае для вот этого раствора он составляет около 0,5. Скажем так, от 0,45 до 0,55 его колебания могут быть. В среднем применяется коэффициент 0,5. В общем-то, по этой причине, как правило, для того, чтобы от обычного TDS-метра, от вот такого или того же Xiaomi получить обратные значения, то есть не в ppm, а в проводимости, то есть в сименсах или, как правило, в микросименсах, то необходимо пользоваться коэффициентом 0,5, то есть, ну, грубо 2, смотря в какую сторону мы пересчитываем. То есть, например, если мы получили какое-то значение вот на нашем приборе, допустим, на вот этом, и у нас на экране появилось значение, к примеру, там, 500 ppm, мы его домножаем на 2 и получаем, к примеру, 1000 микросименсов. Поэтому давайте проведем тест для начала на растворе, который использовался для его калибровки на заводе. Я его налил уже вот в данную емкость, это колпачок от TDS-метра, он же является фактически емкостью для измерения. И данный колпачок по инструкции к прибору Xiaomi тоже является фактически емкостью для наливания пробы и измерения. Итак, проводим первое измерение. Вставили, ждем пока температура до 25 дойдет и переключаемся в режим измерения концентрации. У нас прибор показывает, как видите, 104 умножить на 10, как он хорошо видно, ppm. То есть, 1030 вот колебается, 1040, вы видели на экране. 1040 ppm. Температура на экране была, вы видели, 25,1, потом 0,2 градуса. То же самое мы проделаем с прибором Xiaomi. Опускаем его измерительную часть в раствор и ждем пока прибор измеряет температуру и производит температурную компенсацию показаний. 1360, 1370. Вы колебания видели на экране. То есть, в принципе, можно поболтать, посмотреть, что у нас будет меняться. То есть, как бы, 1360. Что это означает? Мы должны сравнить то, что мы получили с указанной концентрацией на баночке. 1382 ppm при 25 градусах Цельсия. Температура у нас была практически выдержана до 1-2 десятых градусов Цельсия. И мы получили 1360 ppm в сравнении с заявленными на калибровочном растворе 1382 ppm. Путем несложных вычислений можно определить процент погрешности, который составляет менее 2% для прибора Xiaomi. Что как раз является отличным показателем, так как у него погрешность заводская составляет плюс-минус 2%. Мы же видели колебания 1360-1370. Это означает, что эти колебания у нас в пределах от 1,4% до 1,6%. Что же касается нашего второго прибора. Нашего китайского дешевого TDS-3. В данном случае у нас, вы видели из показаний, погрешность очень и очень значительная, составляющая больше 20%. Погрешность более 20% является большой, вот поэтому данный прибор нуждается в калибровке. Либо в коррекции его значений при каждом измерении. То есть вам необходимо будет, купив прибор неоткалиброванный или откалиброванный неправильно, постоянно приводить к стандартному или правильному значению путем использования своего собственного коэффициента. Данный прибор не имеет подстроечного резистора, однако он имеет цифровую калибровку электронную, которую я продемонстрирую в одном из следующих видео. Один из зрителей канала в комментариях это указывал, поэтому будет обязательно видео, посвященное калибровке данного прибора. Применение нашего раствора калий-хлора считаю в нашем сегодняшнем видео по сравнению наших бытовых ТДС-метров нецелесообразным. Объясню почему. Данный раствор калий-хлора применяется для калибровки приборов-кондуктометров. Приборов, которые непосредственно измеряют проводимость растворов в сименсах на сантиметр. Либо в микросименсах, в миллисименсах, но, собственно, это уже не важно. Что мы можем увидеть с обратной стороны нашего флакона? Собственно, показатель проводимости при разных температурах, при 20-25 градусах Цельсия. То есть, это раствор, применяемый для калибровки кондуктометров. Если же мы его применим в нашем сегодняшнем тесте и попытаемся установить точность показаний наших приборов по этому раствору, то мы, естественно, получим значения определенные в ppm или в миллиграммах на литр концентрации нашего раствора. Но мы не получим после пересчета обратно в проводимость в микросименсы на сантиметр указанных значений при указанных температурах. Почему? Потому как наши приборы, которые мы сегодня рассматривали в тесте, калибровались по раствору натрий-хлора, что указано в литературных источниках и в инструкциях большинства бытовых ТДС-метров, и имеют коэффициент пересчета обратный 0,5 или 2, в зависимости от того, какую единицу измерения во что мы переводим. Ну, то есть, например, если мы получили значение на экране нашего прибора, я уже говорил, 500 ppm, мы умножаем его на 2 и получаем, соответственно, значение в микросименсах. Но это будет справедливо для того раствора, по которому калибровался или настраивался данный прибор. Естественно, оно будет отличаться для калий-хлора. Я уже говорил и еще раз напомню о том, что коэффициент пересчета проводимости в ppm может варьироваться от 0,45 по литературным источникам и до 0,75. Чаще всего встречаются, конечно же, заявленные показатели этого коэффициента примерно 0,5, 0,56, 0,65. Все остальные встречаются реже. Однако, это тема уже отдельного видео. Итак, выводы по сегодняшнему видео. У нас с вами в тесте было два прибора сегодня. TDS-3 китайский, самый простой. Xiaomi, который сегодня очень многие покупают для домашнего использования, например, для контроля качества воды после системы обратного осмоса. Данное видео не является рекламой, является просто личной инициативой автора по сравнению данных приборов. Возможно, оно кому-то будет полезным при выборе конкретной модели прибора. Также в следующих видео будет калибровка от TDS-метра на заводском растворе. Я постараюсь показать, как это необходимо выполнять и как именно выполняется калибровка данного кондуктометра, у которого нет подстроечного резистора под отверточку. Этот прибор можно калибровать с помощью встроенной функции цифровой калибровки. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего доброго, до свидания.